Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 557. Первый вопрос. Артайяму лиманраа аль-джаназа. Каково постановление? Надо ли вставать, если увидел джаназу? Говорит Загаба Таифа Минагли Лаима Лаисихба Бартайяму лиманмарраби и джаназа хатта тухаллифау. Целая группа ученых считает, что желательно встать, если ты увидел джаназу. И желательно стоять, пока эта джаназа не пройдет мимо тебя полностью. То есть, если ты не следуешь сам за джаназой. Аутуба. Или пока ее не положат на землю, если ты из тех, которые следуют за джаназой. И это мнение Мама Ахмада в одном из ревятов от него, а также Исхака, Ибн Маджишуна, Ибн Хабиба, то есть Маликит Ибн Хабиб, Аль-Маликит. Вабаза шафии и некоторые шафиитов. И это мнение выбрали Ибн Хазым, а также Ан-Науи. Воспадали бихадисы Абдул-Саиды Аль-Мазкурфель-Китар. И в голову упомянули хадисы Абдул-Саиды Аль-Худри, который у нас под номером 557. Ваби хадис Амир ибн Рабиа, а также хадис Амир ибн Рабиа, который приходит у Бухарии Мусульма, сухой пророка, салаллаху алей-салам, изара айтуму джаназа факуму, хатта тухалли факум аутулла. Если вы увидите джаназу, то вставайте, пока она не пройдет мимо вас, или пока ее не положат на землю. Этот хадис у Бухарии Мусульма является достоверным. Вакатсахал амалу бизалька анджамми аймин ассахаба. К тому же пришло достоверно целую группу сподвижников, что они действовали по этому хадису. Из них Абу Масрут Аль-Бадри, а также Абу Саид Аль-Худри, который передает хадис. А также Хайс ибн Саад, а также Саагли ибн Хуниф. Баль имна Хайс ибн Саад, а также Саагли ибн Хуниф, сул и ля анжали. Более того, приходят от Хайса ибн Саада, а также Саагли ибн Хуниф, что им задали вопрос относительно этого. И они сказали, имна Расуль Аллах, саллаху ассам, мурра алейби, джаназа. Однажды около посланника Аллах, саллаху ассам, проносили джаназу Саакама. И он встал. Сыля, имна яхудия. Но ему сказали, это же иудей. Иудеи они тут. Саакал алейсак, нафсан, и он сказал, неужели это не душа. То есть разве это не душа, тоже душа человека, так или нет. Валь-Хадис, Иссахим. И этот хадис приходит у Бухари и мусульман. Нам. Саид. И можете у себя подписать, что в некоторых революциях приходит, что вставать нужно не из-за того, что человек умер, а из-за того, что... Поза. Человек как бы пугается от этого. То есть когда увидит джаназу, пугается, что кто-то умер и встает от этого. Встает от пугливости, так, от того, что он испугался этого. То есть это первое мнение в вопросе. Первое мнение какое? Потому что желательно вставать, вставать, когда проносит мимо тебя джаназу. Но другая группа ученых считает, то, что вставать перед джаназой, это постановление аннулировано. И привели в довод хадис Алиевна Абиталеву имама муслима. А на навесе, салаллаху алисаляма, то, что однажды пророк стал перед джаназой, а потом сел. То есть имеется в виду, а потом уже сидел, потом не вставал. И это мнение о шафии, имаму Марика, об Уханифе и Ахмаде, в одном из ребятах от него, и это более известное мнение уханболитов. Это последнее из того, на чем был пророк, салаллаху алисалям. И пришел этот же самый хадис со словом приказа. То есть то, что пророк там не просто сделает, оно приказал все. Это приходит у имама Ахмада, а также у других. Но этот ревоят является асколотом, является недостоверным шаром. Глян на ментарек, потому что она приходит по дороге Мухаммада ибн Амра ибн Аль-Кама, а он является правдивым, но который ошибается. И ему противоречили Иахи ибн Саиду Амсари, как это у имама муслима, и он является, и Касаб, очень крепким передатчиком. Он переводит хадис со словом извлечения, то есть что пророк так сделал, так, а не со словом приказа. К тому же имам муслим также переводит сообщение еще другого. Их надо тоже со словом извлечения, о том, что так сделал пророк Саусам, но не со словом приказа. Поэтому, при первом мнении, ответили на этот хадис Али ибн Абиталиба, что правильно ревоят, это извлечения, и действия, то, что пророк Саусам так сделал. И действия пророка Саусам в данном случае не указывают на аннулирование его приказов, которые пришли сразу в нескольких хадисах у Бухарьи и Мусульма. Но можно действовать по обоим хадисам, то есть объединить оба хадиса, и сказать, что приказ пророка означает желательность, так как иногда он сам что садился. Понятно ли я? Вкладывал вот салат, и это мнение более правильно, и один Аллах лучше знает. И на это еще указывает то, что некоторые подвижники действовали по этому хадису, и вставали, когда проносили джаназу после смерти пророка Саусам. Отсюда понимается что? Что они не считали, что этот приказ отменен, но считали, что он по-прежнему в действии. Знаешь, правильно мнение какое? То, что желательно, если проносят джаназу, дать и стоять, пока ее не принесут полностью. Но это не является обязательным приказом, а тем более чем желательным действием. Ясно или нет? А если ты следуешь за джаназой, то желательно тебе не садиться, пока эту джаназу не донесут до кладбища и не положат ее на землю.